Ох... Окей, это видео там, перед тем, что вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. Вот это язык! Всем привет! Меня зовут Кирилл, мне 22 года, я из Вологды. И это, наверное, самое халявное, самое простое видео, которое мне нужно сделать на этом канале. Знаете почему? Потому что мне не надо ничего делать! Я уже знаю этот язык, я могу просто тут говорить, просто поставлю субтитры, и вы будете потом уже догадываться, правда ли я пишу в этих субтитрах или нет. Кстати, да, субтитры вот здесь, включите их. Вообще, поначалу мне казалось это странно, то есть, почему вам, финнам, хочется смотреть видео, как я говорю по-русски? Но потом я начал, на самом деле, думать и понял, что, блин, так я же сам всегда, когда я узнаю, что, например, какая-нибудь там Мила Кунис, она говорит по-русски, я сразу же пошел в интернет гуглить, где видео, где она говорит реально по-русски. 7-8 лет, так что я перестала учить русский язык. Интересно посмотреть вообще, как человек говорит, как он меняется, когда он говорит на другом языке, и вообще сразу человек как бы поднимается в глазах, это круто всегда. Как вы помните, я русский, вы можете, наверное, по моему языку, хотя я уже лет пять нормально не говорил по-русски, но вы можете понять, что я полностью русский, сто процентов, может быть, наполовину белорус, и на самом деле цель этого видео доказать, что я реально говорю по-русски, потому что я получал много комментариев, где написано, эй, Кирилл, да ты по-любому какой-нибудь там полуфин, по-русски знаешь три слова и утверждаешь, что ты не знаешь все про Россию. Поэтому, ребята, здесь, наверное, открывается чуть больше мой словарный запас. ЧЕК! И сейчас, в принципе, можем очень коротко обсудить вот эту тему, на каком языке я думаю, на каком языке мне снятся сны и так далее. Вообще, вот если мы рассматриваем вопрос, на каком языке я думаю, то я считаю, что все-таки это зависит очень сильно от ситуации. То есть, например, сейчас я все время живу в Финляндии, и сам как бы не понимая этого, я реально думаю на финском, все мои мысли на финском, и только когда я приезжаю в Россию, например, к родителям, то там уже я начинаю, то есть, думать по-русски, как по-русскому менталитету, и начинаю больше их понимать. Одна из самых интересных вещей, которые я заметил, это то, что у меня очень сильно поменялась интонация. То есть, насколько я понимаю, у меня интонация уже далеко не русская. То есть, можно говорить по русской интонации, а можно, понимаете, как бы говорить, вроде ты все правильно говоришь, но это совершенно не русская интонация. И вот мне кажется, она мне немножко подпортилась. Но, достаточно позитивная проблема. Следующий вопрос. Очень часто спрашивают, на каком языке мы общаемся с Ирой. И, естественно, мы общаемся на русском, так как Ира с России, я с России. Но самое интересное, что иногда мы используем очень много финских слов. Мы используем те слова, которые быстрее вспоминаются. Если это русское слово, то вылетает русское слово. Если это финское, то вылетает финское слово. That's it. А сны мне вообще почти, в принципе, не снятся. Ну, может так, парочку и... Насколько я помню, они были больше такие действенные. То есть, там не было особо речи, поэтому я сам не знаю. Расскажите, если кто-то знает. И, в принципе, все. Спасибо, ребят, большое. Я не стал делать слишком длинное видео, потому что мне надо будет субтитры к каждому слову писать. Это долго. Поэтому мы с вами увидимся. Меня зовут Кирилл. И... Увидимся. Фу!